Итак, вот и прошел подкаст разработчиков. Рассказали реально много интересного, куча нововведений, изменений тоже значительное количество и, разумеется, ответы на многие вопросы. Один из них, когда же вайп? И мы уже знаем ответ, это август. Также Буянов много говорил об арене. Понятное дело, на ней сейчас большой акцент, так что затянутость данного вайпа, надеюсь, будет оправданным. Вернее, если все то, что перечислили и внесут, будет в этом вайпе, то ожидание стоило того. Ну а перед просмотром подпишись, ставь лайк и оставь комментарий. С вами ВТФАЕР и мы рассмотрим все то, что нам рассказали. Начнем. Первое, это, конечно же, вайп. Нам дали ответ. Более того, на сайте идет отчет времени до вайпа. С этим отчетом подключен и большой ивент, за который будет одна из лучших наград, которую могут дать разработчики. Это две полоски с хрона и они останутся навсегда, независимо от купленного издания. Всего 10 категорий, где надо попасть в топ-10. Победитель будет, скорее всего, во время вайпа и будут начислены эти две полоски с хрона. Кстати, о нем. Что касается самого вайпа, выход намечен на 31 августа. Но это, скорее всего, не так, хоть и ивент до этого числа, потому что БСГ едет с ареной на GamesCon как раз-таки в конце августа, поэтому вряд ли они будут затягивать так с вайпом. Кстати, Буянов сказал про еще один крутой ивент с нереальной наградой и цепочкой квестов. Он будет вплоть до окончания текущего вайпа и, скорее всего, останется уже обычными квестами с последующими вайпами. Как по мне, крутая награда это расширение схрона, хоть и небольшое, но все же. Да, оно соревновательное, но было бы неплохо такое внести на постоянку. И, что касается наград. В описании к ролику я оставлю промокоды с хорошим снаряжением. Много лапкарт, хорошей брони и оружия. Их всего 5. Забирайте, пользуйтесь. Так, что дальше? Разумеется, переход на новый Unity 2021. Это, конечно, реально круто. Но зная о таких глобальных новшествах ранее, например, как улица Такова, которые были нестабильны долгое время, скорее всего, переработка и патчи будут также в течение долгого времени. Для оптимизации этого нового Unity. В любом случае, Таков меняется на глазах. Если разработчики не врут, то игра реально двигается вперед. Ладно, двигаемся и мы дальше. Теперь не будет пиксельного зрения при применении обейсбола. Это реально хорошее изменение, потому что от данной ряби глаза болели жестко. Плюсом это изменение света. Скорее всего, изменятся источники света и не будет таких вот вырвы глазных темных зон. Было упоминание про яркость самой игры. Теперь не нужен будет постфикс для ее изменения. А это как минимум прибавка к фпс, потому что тот же постфикс жрал его много. Возрадуемся, если это реально будет. Теперь в убежище будет стенд для трофейного оружия. То есть это новый модуль для него. Туда можно поместить оружие, которое либо собрано для следующего рейда, либо какое-то интересное выбитое с игрока. А вообще вроде как нам подарят плюс-минус 96 ячеек для нашего схрона. Такой weapon case, который будет в убежище всегда после установки. Особенно полезно для тех, у кого не максимальное издание игры. Собственно про оружие. Внесут новое оружие, как со всеми вайпами. Конечно же в нем будет... Вроде как оружие босса ПКМ, новый обновленный ПМ и его модификации. СВТ-40. Кстати выглядит очень даже интересно. Обрез отца рыжего. Интересно только будет ли повышен урон из него, все-таки это считай именное оружие. Также новые модули для оружия. Было небольшое упоминание про индивидуальные модули. То есть какой-то интересный обвес будет привязан к имени игрока, у которого ты его забрал силой. В этом или зимней вайпе посмотрим. Новые пистолеты и акцент на них, скорее всего из-за изменения скорости переключения на пистолет. Скорость анимации значительно быстрее. Так что дополнительное оружие может быть и не таким бесполезным. Особенно для снайперов. Еще про оружие. Наконец переработают отдачу. Правда, те варианты, которые показали, скорее всего не то, что многие хотели увидеть. В подкасте говорилось, что это еще не итоговый вариант. Но теперь стрельба похожа на ту, что из КС. То есть стрельф контроль отдачи, оружие ведет только вверх. А после первых выстрелов сам ЧВК начинает контролить отдачу. Игроку остается только вести стрельбу до точки. Также будет переработка зон бронирования и сменные бронепластины. То есть зоны бронирования тела расширятся. Броня будет жить чуточку дольше в плане истощения. Скорее всего сменил поломанную бронепластину и не надо покупать новую броню с нуля. Ну, только если в рейде не потерял. Еще по поводу брони. Теперь на шлемы можно будет вешать фонарики без багаюза. Включил фонарик на пистолете, снял, повесил на шлем. Будет просто отдельная кнопка. Ходячий прожектор на карте теперь обеспечен, если еще обвесите оружие. Пресеты снаряжения. Теперь одной кнопкой можно собрать своего бойца, как многие и хотели. Еще одно интересное решение, что для каждой локации свой пресет снаряги. Надеюсь их можно будет настроить под себя. Теперь не надо по 15 минут собираться в рейд. Главное, чтобы только были деньги и все. Остальное одним кликом. Кстати, про скорость и деньги. Теперь, играя за дикого, после рейда можно продать все разом с купщику одной кнопкой. То есть ты забираешь то, что тебе нужно. Остальной хлам продается, а не просто так исчезает. Тоже интересное нововведение. На сфрон теперь реально будешь тратить меньше времени и больше уделять самим рейдам. Кстати о них. Теперь на локациях будет рандомный спам лута. Вернее ящики, которые могут перемещаться по карте или вообще исчезать с рейда. Теперь реально придется изучать карту. Не ходить по одному накатанному пути, а бегать по всей локации. Решение, кстати, хорошее. Случайных встреч теперь будет больше. Появится какая-то активность на локации. Да и геймплей как-то меняется из статичного во что-то активное. Про новые локации разговора особо не было. Но вот расширение улиц Старкова коснулись. Новый босс на локации Кабан. Скорее всего у него и будет тот самый ПКМ. А раз увеличили карту, то и следовательно новые квесты тоже подъедут. Надеюсь это расширение окажется более стабильным, чем самое первое введение улиц Старкова. Также в этом вайпе будет расширение до 60 игроков на локации. Об этом уже давно говорили. Что касается самих локаций, то вскользь был разговор про переходы между ними. Такой сетевой Dragon Age. Если вы понимаете о чем я. Данное нововведение скорее всего будет в зимнем вайпе. Но о нем не сказать нельзя. Тоже будет интересная механика. Добавят паркур. Понятное дело первые пробы будут сырыми и их будут пропачивать. Но это уже что-то. Как и говорил активный геймплей становится в приоритете. Про борьбу с читами нет смысла раскрывать. Она ведется всегда. А с новым кодом юнити их наплыв неминуем. В любом случае если она ведется не на словах, это уже хорошо. По итогу можно сказать, что Тарков реально сживает. Если все перечислено в подкасте правда и внесут все эти изменения, то это самый глобальный вайп за последнее время. Скоро он может стать самым долгим из всех. Надеюсь информация была вам полезна. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и до встречи.